СПОСОБЫ КЛОНИРОВАНИЯ ОРГАНИЗМОВ Получение многочисленных генетических копий одного организма с помощью бесполого размножения, появившиеся в результате экземпляры по определению генетически одинаковы. В действительности клонирование присуще многим представителям органического мира. Например, вегетативное размножение у растений, деление бактерий и появление однояйцевых близнецов у людей также может служить примером естественного клонирования. Также в качестве примеров можно привести такие способы размножения, как почкование и фрагментация. Почкование – это способ бесполого размножения, при котором новый организм вырастает на теле родителя. Примером может служить размножение у гидр. На родительской особи образуется небольшой вырост, который вырастает до размеров взрослого организма и отделяется. Появившийся таким способом новый организм является копией своего родителя. Фрагментация – это способ бесполого размножения, при котором особь делится на две или несколько частей, каждая из которых растет и образует новый организм. Такой способ размножения присущ морским звездам и кольчатым червям. Также фрагментация – это основа регенерации животных. Однако сейчас термин клонирования используется в более узком смысле и означает копирование клеток, генов и даже многоклеточных организмов в лабораторных условиях. К примеру, молекулярное клонирование – это создание копий наследственного материала – ДНК, РНК или их фрагментов отдельных генов. Эти процессы мы рассматривали на предыдущем уроке. Как вы помните, перед созданием рекомбинантных ДНК одной из обязательных манипуляций является копирование генов, то есть многократное создание копий гена. Но позвоночные животные не могут размножаться способами, похожими на вегетативное размножение растений или бесполое размножение беспозвоночных. Следовательно, в естественных биологических условиях у позвоночных не могут формироваться клоны. Однако данный вопрос очень сильно интересовал учёных. И первое успешное клонирование было произведено в Оксфордском университете профессором Джоном Гёрдоном. Были проведены различные опыты, такие как, например, пересадка ядра, взятого из клетки кишечника или кожи лягушки. В яйцеклетку. При этом собственное ядро яйцеклетки разрушали ультрафиолетом. Затем с помощью микроиглы в её цитоплазму было введено ядро соматической клетки. В результате появился головастик, выросший затем в лягушку, которая явилась точной копией родительского организма, от которого было взято ядро. Следующим опытом было получение клона шпорцевых лягушек, полученных также путём трансплантации ядер. От скрещивания двух мутантных лягушек-альбиносов был получен зародыш, называемый донор. Затем из зародыша были выделены ядра и пересажены в неоплодотворённые яйца самки дикого вида, рецепиента. При этом ядра яйцеклеток разрушали ультрафиолетовым облучением. В результате были получены группа, состоящая из самок-альбиносов, то есть клоны донорской клетки. Такие эксперименты позволили предположить, что сходные методы можно использовать для клонирования позвоночных, стоящих на более высоких ступенях развития. Также данные эксперименты доказали, что специализированные клетки содержат всю информацию, необходимую для формирования целого организма, то есть являются тотипатентными. Как вы помните, тотипатентность – это способность клетки путём деления дать начало любому клеточному типу организма. Первым признанным настоящим копированием животных было создание овцы доли, произведённое в 1996 году. Для данного эксперимента использовались три овцы. Генетической матерью было животное из породы беломордых овец. К моменту эксперимента по копированию она умерла. Из её организма были взяты клетки в имени, то есть соматические клетки. Причём учёные извлекли сразу большое количество клеток, часть из которых была подвергнута криоконсервации, то есть замораживанию. Клетку же, из которой впоследствии появилась доля, поместили в стерильные лабораторные условия на питательную среду. Второй овцой, задействованной в эксперименте, стало животное другой породы с чёрной мордой. У этой черномордной овцы была извлечена яйцеклетка. Затем исследователи с помощью микроиглы удалили из яйцеклетки ядро. Так женская гомета стала безъядерной клеткой, содержащей только цитоплазму и все органоиды зрелого яйца. После этого учёные произвели слияние клеток молочной железы, то есть клетки донора, и яйцеклетки. Для этого, чтобы успешно осуществить процедуру слияния двух этих клеток, применили метод электропарации. И воздействовали электричеством, позволяющим раздвинуть фосфолипидный слой мембраны яйцеклетки. И как результат является оплодотворение яйцеклетки. То есть в результате образовалась клетка, содержащая диплоидное ядро с хромосомами соматической клетки молочной железы. С цитоплазмой от двух клеток яйцеклетки и клетки в имени. Такая своего рода скомбинированная зигота стала первой клеткой зародыша, из которого в дальнейшем развился организм овечки Долли. Учёные выждали небольшое количество времени, чтобы убедиться, что клетки эмбриона стали размножаться метозом. И началось формирование бластулы. И, наконец, имплантировали эмбрион в третью овцу, суррогатную мать, которая тоже была из породы с чёрной мордой. После благополучного завершившейся беременности она родила беломорного ягнёнка Долли, внешне похожего на своего генетического родителя. Исследователи ждали, не погибнет ли Долли, сможет ли она нормально развиваться. И когда уверенность в этом появилась, об этой новости в 1997 году заявили мировой научной общественности. Долли прожила, как обычная овца, более шести лет. Овцы же этой породы, появившейся на свет естественным путём, обычно живут около 10-12 лет. За всё это время она родила шестерых здоровых ягнят. Среди учёных велись споры, была ли относительная короткая жизнь Долли результатом клонирования. В 2007 году учёные этого же исследовательского центра взялись снова клонировать овец из клеток той же молочной железы, генетической матери, из которой получили Долли. Ткани в имени всё это время хранились в замороженном виде, с сохранением всех норм. По данным прессы, овечки, сёстры Долли, Деннис, Дебби, Диана и Дейзи прожили более 10 лет. Никаких проблем со здоровьем у них не наблюдалось. Клонирование позволяет решить некоторые проблемы. Такие, как клонирование редких и исчезающих видов животных. Это попытка сохранить биоразнообразие нашей планеты. Такие исследования важны, поскольку до сих пор многие клоны, включая самоудолий, были получены из криеконсервированных тканей, уже умерших животных, а не из свежих образцов. Были сделаны успешные попытки клонирования исчезающего вида индо-китайского быка бантэнга. Учёные также надеются найти подходящие соматические клетки мамонтов, сохранившиеся в условиях вечной мерзлоты, и оживить данный вид. И отдельно особняком стоит вопрос клонирования человека. Во многих странах клонирование человека запрещено законодательно. И не только из соображений этических и юридических, но и из соображений безопасности. В клонировании человека учёные чётко выделяют две формы клонирования. Это полное клонирование и так называемое терапевтическое клонирование. Методы терапевтического клонирования позволяют выращивать некоторые органы и заменять ими повреждённые. Переходим к практической части. Задание первое. Ответьте на вопрос. Клонирование особей происходит в результате. Итак, клонирование особей происходит в результате черенкования растений. Задание второе. Назовите этапы клонирования, обозначенные цифрами. Один, два, три. Итак, этапы клонирования. Это первый этап – излечение ядра яйцеклетки. Второе – это слияние клеток. И третье – сам процесс оплодотворения. Сегодня на уроке вы узнали способы клонирования организмов. Также узнали, что клонирование – это образование идентичных потомков клонов путём бесполого размножения. И результатом клонирования является получение клеток или организмов с одинаковым набором генов. Урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok